Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Я с вами сегодня хотел бы порассуждать на такую духовную тему, как возрастать в вере. Возрастают в том, что имеют. Возрастают тогда, когда тренируются, когда непрестанно прикладывают усилия, как духовные, так и физические. И поэтому, если веры нет, в ней никто возрастать и не сможет. А вера, она бывает не у всех людей. И обратите внимание, посмотрите направо, налево, вперед, назад. Есть очень многие люди, которые не верят в духовный мир, не верят в Бога и не верят даже во врага. И поэтому, прежде всего, надо понять, что вера – это один из девяти духовных даров Бога для людей. И вера описана в Библии, и стоит почитать об этом. И прежде всего, для того, чтобы возрастать в вере необходимые усилия. Прежде всего, веру, как маленькое зернышко, надо иметь. Но зернышко, если его не посадить в почву и не поливать, оно не будет возрастать. Так и вера. Прежде всего, она должна появиться, и Бог должен дать человеку эту веру. Затем человек должен практически, а не теоретически, возрастать в вере, ухаживая и лелея эту веру, и придавая в Божьи руки вот это возрастание и заботу. И у Бога есть много способов для того, чтобы человек возрастал в вере. Другое дело, что сердца человека и многих людей закрыты даже тогда, когда Бог вкладывает веру через знамения, через чудеса. А об этом говорил сам Иисус Христос. Не уверуйте, если не увидите знамений и чудес. Это как раз об этом. И хотел бы сказать о том, что прежде всего, для того, чтобы растение возрастало, необходимы солнце, воздух и вода. И враг не должен это растение погубить, сорвать, вырвать с корнем. Теперь, для того, чтобы ребенок возрастал, необходима родительская любовь, ласка, уход, режим дня, режим движения и питания. И тогда ребенок будет возрастать. То, что достаточно для растений, недостаточно для ребенка. И уж тем более для человека взрослого, который духовно хочет возрастать. И теперь давайте представим себе человека, который пребывает в неведении, в разочаровании. И вдруг он видит передачу врага, которая называется «Битва экстрасенсов». И приходит мысль, поеду-ка я на эту передачу, на кастинг, и поучаствую. И участвовав в этой передаче, он через служителей врага узнает что-то о себе, о своей жизни. Но в духовном мире нету тайн. Не только ангелы, но и бесы регулярно наблюдают за людьми и докладывают своим начальникам. И поэтому информация о каждом человеке, как в компьютере, она есть. И вот человека поражает этот служитель врага. И он начинает верить ему. И он идет по ложной дороге. И его вера в Бога, она не только не возрастает, она даже не появляется. А вот вера во врага, она появилась. И враг уводит его совершенно в другое направление. Поэтому возрастать можно в вере, как в Бога, так и во врага. И многие даже становятся служителями врага. И это тоже происходит. Поэтому есть чудеса Божьи. И когда человек идет по Божьей дороге, когда возрастает его вера в Бога, то Бог практически, не только теоретически, но практически вкладывает в человека определенную любовь, мудрость, знания, способности, благодаря которым чудеса начинают происходить в жизни самого человека и его близких. И тогда его вера будет еще больше увеличиваться. И чудеса будут происходить таким образом, что этот человек будет возлагать руки или молиться. и будут получать исцеление. И будут получать исцеление. И по молитве этого человека будут происходить изменения у других людей. И таким образом и сам человек, проводник Божьей любви и воли в жизнь людей, будет сам возрастать в вере. Просуждайте и вы об этом. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok